Здравствуйте! В эфире программа «На женской половине» и я, Ирина Бреусова. В детстве она, как и многие другие девочки, шила платье куклам. Став постарше, придумывала наряды для себя. Годы учебы в медицинском институте не отвлекли ее от иголок, ниток, пуговиц и швейной машинки. Закончив высшее учебное заведение, наша героиня всерьез задумалась о революции в сознании, мировоззрении и смене жизненного пути. Итак, в 2005 году она решила стать модельером. Сегодня эта женщина – известный дизайнер верхней женской одежды. Ее модели пальто неповторимы, оригинальны и востребованы, а география бренда – более 50 городов России. Итак, на женской половине Екатерина Смолина, которая любезно согласилась приехать из Санкт-Петербурга, чтобы рассказать о себе, о том, как она стремилась к своей мечте и о своих пальто, которые похожи на платье. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Спасибо вам за то, что вы совершили такое путешествие из Петербурга в Москву и сегодня здесь, на женской половине, участвуете в нашей передаче. Путешествие было приятным? Да, путешествие было приятным и неутомительным. Вы знаете, когда я читала о вас, у меня такая сложилась ассоциация с известнейшим модельером всех времен и народов Коко Шанель. Дело в том, что вы помните ее историю, она тоже на свой страх и риск прорывалась в мир моды, тратила много сил, эмоций, были разочарования. Вот ваша история чем-то похожа на эту историю. В индустрии моды вы находитесь уже девятый год. Скажите, пожалуйста, а что было до этого этапа вашей жизни? Чем вы занимались? До того, как я пришла в модную индустрию, у меня был достаточно долгий и интересный путь. Дело в том, что я родилась и выросла в семье врачей. И, соответственно, поскольку меня окружали одни врачи, с детства мне и папа, и мама, и бабушки, и дедушки, и тети, они рассказывали о том, как замечательно быть врачом. И, собственно, меня готовили к тому, чтобы я выбрала именно эту профессию. И, конечно же, с самого детства мне это было всегда интересно тоже. И, собственно, сколько я себя помню, у меня было два увлечения. Первый – это я готовилась стать врачом детским. А второе – мое хобби, оно было связано с рукоделием, с шитьем, с рисованием, вышиванием. Ну, я знаю, что вы все-таки порадовали своих родственников и закончили медицинский институт. Да. То есть вы врач по образованию. Да, порадовала. Врач какой? Детский, детский педиатр. Замечательно. Так получилось, что когда это был последний курс, я в этот момент уже очень порадовала и сама себя. Поскольку я была на седьмом месяце беременности, и я ждала, что у меня родится дочка. Ну, и так сложились обстоятельства, что сразу же после окончания я ушла в декрет. И, собственно, именно вот так вот поработать мне не удалось. И находясь… Ну, как удалось. Собственный ребенок родился, врач-педиатр, ребенок рядом. Вот и, пожалуйста, все знания на своем собственном ребенке. Да, на своем собственном ребенке и в своей собственной семье. Не более того. У меня было внутри какое-то, ну, некоторое такое смятение. Потому что мне… Я понимала, что мне очень-очень хочется все-таки, наверное, не быть врачом, а заниматься совсем другим, тем, чем я занималась всю жизнь. Вот это вот мое хобби. Но, знаете, было очень страшно. Вдруг, да, получив одно образование, выбрать совсем другой ветвь. Тем более, что у меня не было ни опыта работы в этой области. Ни образования. Ни образования, да. Но, знаете, как часто бывает, что с рождением ребенка женщина, она преображается. В многом она становится гораздо более смелая, чем до этого. И когда Ксенечке было уже год и три месяца, у меня так много накопилось в душе вот этой вот невыраженной энергии, я точно понимала, что мне нужна революция. Я знаю, что точкой отчета вашей новой жизни была история с красным пальто. Расскажите, пожалуйста, что это за пальто такое, кому оно предназначалось? И, собственно, почему оно красное? Правильно. Ну, во-первых, красное пальто, да. Красный цвет люди выбирают обычно неспроста, потому что это очень такой эмоциональный, революционный, насыщенный цвет, и его хочется только вот в какие-то определенные периоды жизни. И тогда я поняла, что это красное пальто, я его придумала, я его создала. Это, ну, во-первых, помимо того, что это действительно очень красивое пальто, которое до сих пор у меня хранится, на подкладке там порхают бабочки, а пуговицы, не просто пуговицы, это они сплетены из бусин, и бусины нанизаны на проволочку, сплетены такие очень красивые композиции. Вот я сшила это пальто, и, собственно, считаю, что это была как раз точка отчета, когда я поняла, что все-таки я буду заниматься именно этим делом, и, как бы, это, хотя это для меня был не самый простой путь, но я решила, что я буду заниматься именно производством одежды, созданием, и выбрала для себя этот путь. В свою карьеру модельера, дизайнера вы начали сразу с довольно сложной вещи, с пальто. Почему именно пальто? Знаете, здесь не совсем правильно сказать, что начала именно с пальто. Я, хотя я достаточно быстро сориентировалась и поняла, что я буду делать только этот продукт. А на начальном этапе у меня были желания совместить и делать на одном производстве и легкую группу, и пальто. Но поскольку мы каждый день узнавали так много нового об этом, и, собственно, во всему учились сами, на своем собственном опыте. И очень быстро стало понятно, что невозможно делать все великолепно. Чтобы делать что-то одно, но хорошо, нужно сразу решить, что ты будешь делать. Потому что невозможно шить на швейной машинке сначала пальто, а потом шелковую блузку. У тебя ни то, ни другое не получится. Все производство настраивается на какую-то определенную волну. И как-то так случилось. Я, не знаю, как-то душой и сердцем прикипела именно к этой женской одежде. Но, наверное, тот еще сыграл такой факт, что, когда я проводила свое экономическое исследование продуктов, которые есть на рынке, я видела, что совершенно на рынке не представлены качественные, красивые, хорошо сшитые, из хорошей ткани пальто, которые могли бы носить женщины в нашем холодном Петербурге и в Москве. Катя, известно, что мир моды так же жесток, как и мир шоу-бизнеса. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями вам пришлось столкнуться в начале пути? И какие черты характера помогли вам удержаться на плаву вот уже в течение почти девяти лет и заявить о себе? Качество характера, наверное, самое мое любимое качество характера – это то, что я стараюсь не очень долго сомневаться, а делать. И когда ты делаешь, может быть, даже ты в чем-то ошибешься и учтешь потом в дальнейшем свои ошибки. Второе качество – это то, что эти пальто, которые я создаю, в них для меня важно абсолютно все. В первую очередь я хотела бы создавать такие вещи, которые бы люди не просто приобрели и повесили в шкаф, и смотрели бы на это как какой-то музейный экспонат по случаю. Я всегда-всегда хотела, чтобы мои пальто каждый день служили женщинам, чтобы это были их любимые вещи в гардеробе, чтобы каждое утро она открывала свой шкаф, видела одно из моих творений, одевала, ей было комфортно, тепло, уютно, и у нее поднималось настроение. То есть ваша задача – сделать девушек и женщин немного счастливее, подарив им новые модели. Катя, а с какими трудностями пришлось столкнуться в начале пути? Как вам приходилось завоевывать это модное пространство и, в общем-то, заявить о себе, чтобы появился далее бренд Екатерина Смолина? – Трудности, с которыми мы сталкивались, это абсолютно все трудности, с которыми может столкнуться производитель. Когда у нас еще не было производства, я первую свою коллекцию отшила на другом производстве. У нас сразу же своровали наши лекала, отшили себе огромную партию наших пальто, а нашу крохотную малюсенькую партию нас очень долгое время водили за нос и говорили, нет-нет, мы еще не успели, мы еще не отшили, подождите, придите завтра. Но потом случайно так выяснилось, что мы узнали, что все наши разработки использовали в свою пользу. А вот, например, с представлением коллекции, как пришлось договариваться, как убедить надо было людей, которые принимали вашу коллекцию, например, на модных показах? – Вот это вот следующий такой достаточно серьезный вопрос для любого модельера. Недостаточно просто создать и даже удачную коллекцию, даже очень красивую, которая всем понравится. Это половина дела. Следующая половина дела – это когда модельер выводит свой продукт на рынок, и покупатель голосует за эту рублю. А кому интересен продукт совершенно неизвестного модельера, у которого за плечами нет никакого ни опыта, ни какой-то истории? Обычно все начинается с реализации. То есть ты отдаешь бесплатно кому-то свою продукцию, и в различные магазины, и там эти вещи реализовываются. И вот этот вот этап, когда модельер приходит от реализации к тому, чтобы уже продавать свою продукцию, это достаточно долгий и трудоемкий период. Мы участвовали в неделях моды, мы участвовали во всех выставках, мы знакомились сами лично со всеми магазинами, которые торгуют женской модной одеждой. И достаточно долгое время мы нарабатывали, нарабатывали, знаете, как те лягушаты, которые взбивали масло, горшочки. Вот этот период у нас занял 4 года. У вас совершенно особенное отношение к пальто. Вы относитесь к нему не только как к важной вещи в женском гардеробе, но и как к платью. Пальто как платье – это философия вашего бренда. Расскажите об этом подробнее. Да, вы правы. Пальто как платье – это философия нашего бренда. Мои пальто – это пальто как верхнее платье. И, конечно же, очень много загадок, очень много тайн есть в нашем бренде, как сделать так, чтобы пальто, которое зимнее, теплое, красивое, а выглядит как платье. То есть для вас пальто – это все-таки действительно наряд, который как-то характеризует женщину. А вот для каких женщин и девушек предназначены ваше пальто? Вы рассматриваете вот эту вещь, соответственно, с характером женским? Ну, мне кажется, что любая девушка в моей коллекции может найти свое пальто. Каждое пальто, оно от 40 до 48 размера, Некоторые модели и больших размеров. Поэтому не только девушки. И потом, мне кажется, что есть такие… В коллекциях есть более игривые модели, но есть это и достаточно серьезные, которые, мне кажется, украсили бы любую женщину. Многие женщины часто говорят, несмотря на такое количество одежды, вот, казалось бы, магазинов много. Как вы думаете, почему? Мне кажется, что это… Так будет всегда. Так будет всегда. И каждая женщина, даже несмотря на размер ее гардероба, какой бы он ни был большой, ей всегда будет казаться, что надеть нечего. Ну, а к вопросу о темных серых тонах, мне кажется, что просто это такие базовые цвета, которые просто никогда не выходят из моды. И, может быть, именно поэтому женщины делают выбор в пользу каких-то темных вещей. Я думаю, что как-то так. Практично. Практично. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как модельера, который занимается женской одеждой, вот чаще всего… Вы же видите, к вам приходят женщины, девушки. Какие чаще всего ошибки совершают женщины при подборе одежды? Вот чего они не учитывают? Ну… И получается, что многие, ну, одеты нелепо, согласитесь. Да, бывают такие случаи. Но здесь, мне кажется, самая распространенная ошибка наших девушек, когда вот настал новый сезон, да, какая-то новая мода, новые тренды. И женщинам они так нравятся, например, вот какой-то цвет моден. И обязательно хочется этот цвет применить именно к себе. И вот здесь вот первая ошибка. Цвет, он по-разному работает на каждую женщину. И здесь очень важно понимать, что именно идет лично тебе. А дальше я бы посоветовала многим, всем женщинам, это в первую очередь думать только о себе, что мне, любимый, подходит и идет. И я хотела спросить, вот отличаются ли, ну, внешне и по манере одеваться женщины Москвы и женщины Санкт-Петербурга. Это вот две столицы, в которых вы часто бываете. В одной живете, в другой работаете и живете. Вот скажите, пожалуйста, отличаются ли женщины Москвы и Петербурга? Есть некоторые отличия. Да, есть некоторые отличия. У нас в Петербурге самый любимый цвет – это черный и серый. Самые любимые цвета. В Москве, мне кажется, женщины, они более смелые по отношению к цвету. Они легче с ним экспериментируют. Они чаще и более интересно совмещают разные цвета. Плюс, мне кажется, в темпераменте. И у москвичек, он у них более, какой-то такой, что ли, более задорный, более энергичный. И это также сказывается на одежде. И даже по моделям. Бывают такие модели, которые очень нравятся в Москве и не очень нравятся в Петербурге, наоборот. Помимо того, что вы сейчас успешная бизнес-вумен и, в общем-то, довольно много уделяете времени своим коллекциям и, в общем-то, и женщинам-покупательницам, я знаю, что вы очень любите свою семью. Вы замечательная мама, жена и замечательная хозяйка. Как вы проводите время в рамках своего дома? Прежде всего, хочу сказать, что успевать современной женщине надо всё. Не только на работе. Потому что на работе можно проводить всё время. Так же, собственно, как и дома. Но когда есть некоторые разограничения, это очень хорошо. Потому что кажется, что ну как же, как же, как же я могу поехать домой, я вот ещё тут не закончила. Никогда все дела не закончатся. Всё переделать невозможно. Просто ты говоришь себе стоп и на какой-то период отключаешься от этого. А дома у меня есть два состояния. Первое состояние – это когда я не могу присесть, я постоянно перемещаюсь. Как волчок. Да, как волчок по квартире и делаю какие-то дела, не останавливаясь. Параллельно это может быть десять дел. Это моё первое состояние. А второе состояние, я его тоже очень люблю, когда ты приходишь домой и понимаешь, что дом – это тихая гавань. Катя, на дворе первые весенние деньки, но, как правило, весна вступает в свои права в конце марта, начале апреля. То есть у нас, у всех есть ещё целый месяц для того, чтобы подготовиться к встрече. Я очень хотела бы, чтобы вы дали советы нашим женщинам по поводу того, что носят этой весной. Вот, мода 2013. Какие цвета, аксессуары? Итак, советы от модельера Екатерины Смолиной. Дорогие и любимые мои девушки и женщины, весна – это, пожалуй, самый-самый прекрасный период в жизни, когда всё расцветает и год, на мой взгляд, начинается с весны. Поэтому это время я рекомендую вам использовать для себя самым выигрышным образом. Этой весной будут в моде, как всегда, женственные модели пальто. Это пальто с пышными юбками летящими, в которых так приятно гулять по улицам города. Также более зауженные юбки, карандаш, длинное пальто в пол и короткие жакеты. Была такая долгая и длинная зима, и мы все уже устали от тёмных, чёрных цветов. Давайте же сменим тёмные, серые цвета на что-то светлое. Этой весной будут в моде бирюзовые, жёлтые, постельные, ну, конечно же, белые цвета, которые идут практически к каждой женщине, а вот выбор фасона – это уже дело более тонкое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также очень важно правильно подбирать аксессуары. Если вам кажется, что ваш образ уже и так достаточно наполнен, не стоит его перегружать каким-то дополнительным украшением или аксессуаром. Всегда лучше остаться на стороне неда, чем перья. А самым главным трендом этой весны – это будет, конечно же, улыбка и счастливые глаза вас, женщин. Катя, спасибо вам большое за рекомендации. Я думаю, что ваши пожелания – это самый замечательный совет нашим телезрителям. И я думаю, что они очень легко расстанутся с шубами, с пуховиками, с чёрными и коричневыми одеждами и обязательно обратят внимание на вашу весеннюю коллекцию «Пальто как платье». Да, я им с удовольствием в этом помогу. Врач по образованию и художник в душе наша героиня на свой страх и риск уверенно шла к осуществлению своей мечты. С 2004 года, когда точкой отчёта стало знаменитое «Красное пальто», прошло 9 лет. Так много, если говорить о трудностях, становлении и потраченных силах. И так мало, если говорить об авторитете в мире моды и о бренде, который завоевал тысячи сердец женщин и девушек по всей нашей стране. Сегодня Екатерина Смолина с гордостью и уверенно может сказать «Да, я модельер». И вряд ли с этим поспоришь, глядя на яркие выразительные модели «Пальто», которые изменили не только жизнь нашей героини, но и сделали немного счастливее женщин и девушек, которые их носят. Мечтайте и стремитесь к своей мечте уверенно. Это была программа на женской половине. С вами была Ирина Бреусова. Всего вам самого доброго.